Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск Вести Карачаева-Черкесия. Вот что мы расскажем сегодня. Введен план «Сирена». Накануне в Карачаево-Черкесии расстреляли автомобиль сотрудниками полиции, находящимися на дежурстве и осуществляющими патруль. Лучшие жеребцы карачаевской породы выбраны. В ауле Учкула анчествовали тех, кто три дня и три ночи прошел на коне верхом по самым красивым ущельям. Три высокогорных аула Карачаевского района обеспечены местом, где будут профессионально заниматься спортом. Фок в Учкулане распахнул свои двери. Цены ниже рыночных. В Черкесске прошла весенняя ярмарка, на которой представили свои товары несколько регионов. Республику всколыхнуло резонансное убийство полицейских, которое произошло накануне вечером в Карачаевске в районе Нижнего рынка. Вооруженные преступники открыли огонь по полицейской машине силовиков, в которой на тот момент было три человека. Двое сотрудников погибли. Один тяжело ранен. На месте преступления побывала наша съемочная группа. Эксклюзивные кадры и комментарии в материале Фатимы Дауровой. Сейчас мы находимся на том самом месте, где вчера вечером примерно в 23.40 неизвестные обстреляли наряд группы быстрого реагирования, который нес суточное дежурство. Свидетельства нападения очевидны. Это следы гари на воротах и стенах ближайших гаражей, стекла разбитые и, к сожалению, пятна крови на земле. Следователи и полицейские на данный момент проводят ряд оперативных мероприятий по установлению и задержанию причастных к нападению лиц. Место происшествия совсем не примечательно. Район Нижнего рынка. Закоулок, ведущий к гаражам, в конце улицы Тупик. Именно здесь, по версии Следственного комитета России по Карачаево-Черкесии, обычное патрулирование стражей порядка закончилось вооруженным нападением, смертью двух силовиков и кражей табельного оружия, а также боеприпасов к нему. Один из погибших, замкомандира мобильного взвода патрульно-постовой службы, лейтенант полиции Мурат Калаханов, почти 10 лет проработал в межмуниципальном отделе МВД России «Карачаевский». За это время, по словам его коллег, он проявил себя квалифицированным инициативным сотрудником, который подходил к работе с высоким профессионализмом. Интересы службы ставил выше личных и его сослуживец, сержант полиции Роман Гущин, который тоже пал вчера от бандитской пули. Вчера при выполнении своего служебного долга мы потеряли наших товарищей, коллег, сотрудников межмуниципального отдела МВД России «Карачаевский», которые являлись жизнерадостными, верными своему долгу, отзывчивыми и добрыми сотрудниками, у которых остались семьи, дети. Весь отдел наш скорпит об этой утрате, и память о них навсегда останется в наших сердцах. Третий потерпевший, имя которого не разглашается в целях личной безопасности, был доставлен с многочисленными огнестрельными ранениями в Карачаевскую центральную районную больницу. Благодаря быстрой, точной и слаженной работе врачей, угрозы для его жизни были минимизированы, и на момент работы над сюжетом решался вопрос о его транспортировке в Черкесск, в республиканскую больницу. Пациент поступил ночью к нам в тяжелом состоянии, множественные огнестрельные ранения, коллектив сработал хорошо, сразу были предприняты необходимую меру, гемодинамически он стабилен. По договоренности с республиканской больницей больного через час забирают на дальнейшее исследование и лечение. Он не в сознании? Нет, он в сознании, но немножко заторможен ввиду лекарственной терапии. В лекарственном сне пациент находится сейчас. Можно ли прогнозировать, что такое состояние? Я думаю, прогноз будет благополучным. Для поиска и задержания вооруженных преступников в республике введен план «Сирена», что подразумевает собой меры, принимающиеся в чрезвычайных ситуациях, когда нужно быстро найти и обезвредить особо опасных преступников. Фатима Дорова, Олег Малхожев, Вести, Карачаево-Черкесия. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов выразил искренние слова соболезнования семьям погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудникам МВД по Карачаево-Черкесии, а также пожелал скорейшего выздоровления раненому сотруднику. Рашид Темрезов отметил, что окажут всю необходимую помощь семьям погибших и раненого сотрудников. В настоящее время в республике введен план «Сирена». Глава региона выразил уверенность, что правоохранительные органы сработают оперативно и профессионально и сделают все возможное, чтобы бандиты были найдены и понесли самое суровое наказание за совершенное преступление. О ситуации оперативно докладывают главе Карачаева-Черкесии. Сейчас прогноз погоды от синоптиков, а после мы расскажем о том, кто выиграл автомобиль по итогам конного перехода и жеребьевки и самом высокогорном физкультурно-здоровительном комплексе, который открыл свои двери. Оставайтесь с нами на канале «Россия-1». В Карачаево-Черкесии ночью и утром местами кратковременный дождь и гроза, днем преимущественно без осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 5-10, в горах минус 1, плюс 4. Днем 20-25 градусов тепла и местами до плюс 17. Высокая пожароопасность. В Черкесии без существенных осадков ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 7-9, а днем 23-25 градусов тепла и высокая пожароопасность. Трехдневный конный переход длиною в более чем 230 километров, посвященный Дню Возрождения Карачаевского народа, завершился в Карачаево-Черкесии в ауле Учкулан. В высокогорном населенном пункте прошло торжественное мероприятие, участие в котором принял и глава республики Рашид Темрезов. Артур Мхце подробнее. Посвященный Дню Возрождения Карачаевского народа конный переход по сложному, но удивительно красивому горному маршруту завершился в ауле Учкулан красочным, многолюдным, торжественным мероприятием. На сцене были отмечены достижения тех, кто участвовал в преодолении маршрута. Является восходителем на Эльбрус, также у этого жеребца еще с молодостью очень много достижений. Все поаплодируем этому жеребцу и ему хозяину. Здесь же прошла выставка лошадей карачаевской породы, победитель которой должен был получить главный приз от главы республики Рашида Темрезова. С мая 1957 года начался путь возрождения карачаевского народа, его интеграции в экономику, социальную жизнь своей малой родины. Животноводство и в частности коневодство является одним из традиционных народных промыслов жителей нашей республики. При активном содействии кафедры коневодства, коневодство Темирязевской сельскохозяйственной академии и лично вашей, Владимир Александрович, за что я вас хочу поблагодарить. В результате многолетнего труда конезаводчиков, профессионализма и любителей коневодства Карачаево-Черкесской республики стало одним из лидирующих регионов России в этой отрасли. По словам главы региона, благодаря федеральным проектам, фермеры и конезаводчики получают субсидии и гранты на поддержку хозяйственной деятельности. Кроме того, в Карачаево-Черкесии работают конные школы, на базе которых организованы реабилитационные курсы для особенных деток, а также проходят соревнования по различным дисциплинам. О важности сохранения самобытной культуры и продолжения селекционной работы конезаводчиков говорил и гость республики, заведующий кафедрой коневодства Российского государственного аграрного университета имени Темирязева Владимир Демин. Я рад снова находиться на этой прекрасной земле, где живут и трудятся красивые, добрые, трудолюбивые люди. Сегодня мы честны участников конного пробега, который был совершен на лошадях карачаевской породы. И очень отрадно, что старт этому переходу был дан в Карачаевском конном заводе, то есть в том месте, где возрождалась карачаевская порода лошадей. Муфтий Карачаев-Черкесия Исмаил Хаджиберди вручил Владимиру Демину орден Координационного центра мусульман Северного Кавказа первой степени за заслуги перед Уммой. Такую же награду получил депутат регионального парламента Хасан Хубиев, принимавший участие в конном переходе. В рамках мероприятия по результатам испытаний определены лучшие жеребцы, которые теперь будут задействованы в популяризации и улучшении данной породы. А главный приз главы Карачаева-Черкесии автомобиль достался жеребцу Исхал, владельцем которого является Алик Бархозов из Карачаевского района. Артур Мцезумрат Гербекова, Али Бастанов, Вести Карачаева-Черкесия, Карачаевский район. В здоровом теле, здоровый дух в самом высокогорном ауле Учкулан открыли многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс. Это значимое событие для всего Карачаевского района и республики в целом. Принял участие в торжестве глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Альбина Ламкова продолжит тему. Открытие многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса стало настоящим праздником. Спортивный объект имеет большое значение для развития населенных пунктов. Его общая площадь около 1000 квадратных метров. Находится объект в одном из живописных уголков природы нашей республики – ауле Учкулан. На торжественное мероприятие прибыли почётные гости. Для всех подготовили концертную программу. Многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс станет центром здоровья, гармоничного духовного и физического развития детей и подростков. Молодцы, как красиво всё сделали. Когда в стране народ вместе с главой идёт вперёд, в одну грустную, тогда, инжа Аллах, всё будет хорошо. Забота о здоровье будущего поколения – важнейшая задача государства, что неоднократно подчёркивал президент России Владимир Путин. Доступность спортивной инфраструктуры, многообразие спортивных объектов влияет на качество жизни, отметил в своём выступлении глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. На территории республики уже построено 70 спортивных объектов. Из них 8 физкультурно-оздоровительных комплексов. Физкультурно-оздоровительный комплекс, конечно же, несёт такую новую плепу, жизнь, в развитие не только Павлова-Черкесии Рашид Тимрезова, но и всего Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Это и Горжут, и Фурсов, конечно же. Но и мы постоянно обсуждаем в спортовомо-скорбе, чем это действительно одно из самых уникальных наших мест, это ущелье, которое мы и будем продолжать развивать. Уже в спорткомплексе активно занимаются борьбой. В планах организовать секции по волейболу и футболу, а для занятия общей физической и силовой подготовкой предусмотрен тренажёрный зал. На торжестве выразили надежду, что созданные условия помогут тренерам воспитать достойных спортсменов и чемпионов. В новом спорткомплексе будут заниматься дети сразу же из нескольких аулов – Учкулана, Хурзука и Карджурта. Альбина Ламкова, Медина Джанкиозова, Алий Бастанов, Вести, Корчаево-Черкесия, Корчаевский район. В минувшие выходные в Черкесске состоялась республиканская сельскохозяйственная весенняя ярмарка 2024. Свежую качественную продукцию по ценам ниже рыночных на 15-20% представили сельхозпроизводители из Карачева, Черкесии и соседних регионов. Для гостей и жителей города был представлен широкий ассортимент молочной и мясной продукции, овощей и фрукты, кулинарные и кондитерские изделия, свежая рыба, мёд, сахар, семена и посадочный материал. Сельскохозяйственный инвентарь и многое другое. Кроме того, на ярмарке можно было приобрести промышленные товары. Ярмарочное мероприятие сопровождалось концертной программой с участием творческих коллективов Карачева-Черкесии. Организаторами мероприятия выступили Министерство сельского хозяйства и Министерство промышленности, энергетики и транспорта республики. Ярмарка организована по поручению главы Карачева-Черкесской республики. На данном мероприятии представлены товары более 120 сельхозпроизводителей. На данном мероприятии не только производители нашей республики, но и наших соседей. Это Ставропольский край, Краснодарский край, Кабардино-Балкария, Республика Адыгея, Ингушетия, Дагестан, Ростовская область. А цены? Цены намного ниже рыночных, так как здесь убирается цена за торговые павильоны. От правильно выбранной профессии зависит будущее человека. Поэтому очень важно не ошибиться. Прикубанский центр занятости населения организовал встречу учащихся выпускных классов с представителями вузов и СУЗов с целью познакомить школьников с профессиями, пользующимися устойчивым спросом на рынке труда. Учреждения высшего и среднепрофессионального образования провели презентации по направлениям обучения, которые они предлагают абитуриентам. Выбор профессии – непростое дело, и необходимо учесть множество факторов, признаются будущие студенты, и чтобы найти любимую работу, необходимо прежде всего знать, какие профессии вообще существуют и актуальны в современных реалиях. Знать, что входит в обязанности того или иного специалиста. Школьники внимательно слушали каждого спикера, знакомились с презентациями, обмеливались контактами. Сегодня особая дата в истории нашей страны. День рождения вождя мирового пролетариата и основателя первого в мире социалистического государства Владимира Ильича Ленина. Ему бы исполнилось 154 года. Традиционно в этот день представители КПРФ вспоминают Владимира Ильича, возлагают цветы к его памятнику. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите первую серию фильма «Ангелы района». Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова